Здравствуйте друзья, в этом уроке продолжим тему умного освещения. Не так давно я делал обзор на управляемую по Wi-Fi лампочку под стандартный патрон E27 от Sonoff, ссылку вы найдете в описании под видео. В этом речь пойдет о ее функциональном аналоге, но уже на ZigBee и под экосистему Tuya Smart. Напомню, что означает аббревиатура RGB плюс CCT из названия видео. RGB это начальная буква английских слов красный, зеленый, синий. Это значит, что устройство может работать в цветном режиме свечения, а CCT это изменяемая цветовая температура в режиме белого света от теплого желтого до холодного белого. Тип устройства Светодиодная лампочка для патрона E27 Режимы работы RGB плюс CCT Диапазон цветовой температуры 2700-6500 градусов Кельвина интерфейс ZigBee 3.0 Максимальная мощность 9 Ватт, световой поток до 850 люмен, индекс цветопередачи не менее 80, угол освещения 270 градусов, размер 114 на 60 миллиметров. Поставляется лампочка в коробке с цветной полиграфией, что если говорить о устройствах особенно бюджетных для экосистемы Tuya встречается не часто. Вместо RGB CCT тут написано RGB CV, CV это от слов холодный теплый. Это не совсем верно, так как у лампочки не фиксированные режимы белого свечения, а плавное изменение цветовой температуры. Внутри нашлась лампочка в небольшом картонном держателе и небольшая инструкция. Хотя сама коробка практически не обеспечивает какой-либо защиты, тем не менее, продавец хорошо упаковал посылку, все доехало в целости и сохранности. Инструкция на английском, самое полезное тут это описание сброса лампочки в режим сопряжения, для чего ее нужно 3 раза включить выключить, имеется ввиду физическое выключение по питанию. После чего она переходит в режим сопряжения. Вот герой обзора он слева, в сравнении с обычной лампочкой накаливания на 60 Ватт и управляемой лампочкой от встанов, которую я упоминал в начале обзора, с ней они практически одинаковы внешне. После первого включения или сброса, лампочка переходит в режим сопряжения, при этом она дышит белым светом. Логическую часть обзора начнем с базовой экосистемы TU-E Smart. Так как лампочка управляется по ZigBee, нам нужен любой совместимый шлюз, у меня Ethernet версия от Moes. Заходим в его плагин, выбираем опцию подключить устройство и нажимаем на кнопку диод уже мерцает. После прохождения интервью, что занимает около минуты, иконка лампочки появится на экране. Нажимаем завершено, далее при необходимости задаем имя и указываем ее местоположение. На этом процесс подключения завершается, она появляется в списке дочерних устройств шлюза. Кроме этого, она будет видна и в общем списке системы, причем отсюда, не проваливаясь в плагин, доступны опции для управления освещением. Начиная с стандартного включения и выключения, и заканчивая изменением яркости, цветовой температуры, и еще одним параметром, который я раньше нигде не встречал, пороговым значением уровня связи. Для чего это нужно, я пока не выяснил. Плагин устройства, центральную часть окна занимают настройки текущего режима, кнопки для их переключения находятся внизу. В первом, который называется диммер, есть два окна для цветного и белого света, второй предустановленные сцены, сверху находится ползунок яркости. Далее следует музыкальный режим, он использует микрофон того устройства, на котором открыто приложение управления. Честно говоря не думаю, что этот режим будет особенно востребован, но он есть. И последнее меню внизу содержит в себе несколько дополнительных опций. Первое это планирование включения. Тут есть три варианта, циклический, пробуждение и засыпание. Первый позволяет задать циклическое включение и выключение, задавая временной интервал работы в определенное время и дни недели. Остальные предназначены для имитации рассвета и заката, плавно включая и выключая освещение в течении заданного интервала времени. Далее следует стандартный планировщик, тут просто устанавливается время для включения и выключения, а не интервал как в циклическом режиме из первого меню. Далее следует меню таймера, тут задается время через которое лампочка изменит свой текущий статус. Интересное меню, которое пока раньше мне тоже не попадалось биоритмов, здесь можно задать поведение лампочки в течении дня, выставляя режимы в зависимости от времени, что привязывается к биоритмам человека. Утром и вечером более теплое и неяркое освещение, днем холодный и яркий свет. Меню настройки состояния после восстановления питания содержит несколько опций, не беспокоить, режим света по умолчанию, белый яркий свет, помнить последнее состояние для включения в том же режиме в котором лампа светила последний раз и свой режим свечения после подачи питания, как работают эти режимы покажу чуть дальше в тестировании. Тут же можно настроить плавность включения и выключения лампы. Общее меню настроек, тут перечислены сторонние системы управления в которых может работать лампочка среди них Amazon Alexa, Google Home, Smart Sync, Яндекс. Последняя версия прошивки та, с которой лампочка и приехала, обновлений не было. Режим белого света, температура регулируется от теплого желтого в центре круга, до холодного по краям. К ползунку яркости надо приловчиться, я например в него не всегда точно попадаю, но радует отсутствие мерцаний и при диммировании и при обычной работе. Цветной режим. Тут на круге уже выбираем не теплый холодный, а цвет свечения. Предустановленные цветовые сцены. В родном приложении на этой вкладке время от времени наблюдались задержки с переключением режима. Музыкальный режим. Должно быть открыто приложение, а телефон или планшет должны находиться не далеко от источника звука. Как по мне, для этого есть более специализированное устройство со своим микрофоном. Проверим режимы сохранения состояния. Режим по умолчанию. Включим рандомный свет. Отключаем питание. Включается в режиме белого света на максимальной яркости. Выключим в приложении. Включается в том же режиме белого света. Теперь попробуем режим сохранения состояния. Лампочка будет включаться в том же режиме, в котором светилась последний раз. Еще раз проверим на любом цвете. Выключим в приложении. Лампочка все равно включилась, в том режиме в котором светила последний раз. Также можно установить свой режим, в котором лампочка будет включаться после восстановления питания. Тут открывается меню управления цветом и светом. Поставим зеленый на минимальной яркости. Вернемся. Включаю яркий белый свет. Включается зеленый на минимальной яркости. Из выключенного в приложении аналогично. Теперь проверим режим не беспокоить, он как раз и нужен, чтобы при отключении в приложении лампа не включалась по питанию. Все работает, лампа при восстановлении питания осталась выключенной. С включенного состояния работает установленный режим, включился зеленый на минимальной яркости. Из выключенного лампочка остается выключенной. В автоматизациях лампочку можно применять в разделе если, как событие триггер или дополнительное условие необходимое для начала заданного действия. Выбор тут довольно большой. Состояние лампочки включено или выключено. Установленный режим, белый, цветной, предустановка или музыкальный. Уровень яркости. Можно отслеживать и цветовую температуру, правда не знаю насколько это реально может быть использовано в сценариях Tuya Smart и будет ли оно корректно работать. В этом режиме нашелся еще таймер, можно попробовать например уменьшать яркость лампы незадолго до отключения. Статус режима не беспокоит и загадочный режим порога уровня качества связи. В разделе действий примерно тот же набор, только тут не отслеживание состояния, а его изменения. На мой взгляд тут не хватает самого основного, это переключение состояния, есть только включить и выключить. Придется изворачиваться двумя сценариями, где проверять текущий статус лампочки и затем устанавливать противоположный. Есть переключение режимов, перечень тот же что и для раздела если. Можно регулировать яркость и цветовую температуру. Кстати эти значения можно использовать например в кейсах для дежурного освещения. Когда скажем по датчику движения, включать неяркие светы ненадолго, а при ручном включении и ярче и больше интервал автовыключения. Также в автоматизациях можно установить время таймера, режим не беспокоить, который убережет вас от включения лампочки ночью при перебоях электричества. И тут снова есть загадочный порог zigbee соединения. Если ваш аккаунт tuya smart проброшен в google home, то все совместимые устройства будут автоматически появляться и тут. Герои обзора тоже относятся к ним и тоже появляются в перечне, под тем же названием что и в родном приложении. Кроме включения и выключения, тут можно менять яркость и цвет свечения лампочки, в том числе и при помощи голосовых команд. Кстати, есть смысл дать название лампочки так, чтобы его удобно было произносить. Перейдем к подключению в zigbee tomqtt. На дату тестирования установлена версия 1.22.2. Прошивка zigbee январская. Запускаем режим подключения. Конвертер не нужен, лампочка поддерживается штатно. Судя по картинке, под таким же названием существует LED контроллер. Герой обзора является роутером для zigbee. Параметров тут довольно много. Состояние включено-выключено, уровень яркости, цветовая температура, причем тут и шкала и 5 предустановленных значений. Цветовая температура при старте, но этот параметр для лампочки не работает, она всегда помнит последний режим. Установка цветного режима освещения. И небольшой перечень цветовых эффектов, на какие-то лампочка даже как-то реагирует. Через интеграцию MQTT герой обзора может управляться в Home Assistant как сущность домена Lite. Есть две вкладки, для белого режима с цветовой температурой. И палитра для изменения цвета. Режим сохранения состояния, помнить последние установки. Но и при программном отключении, при восстановлении питания, лампочка включится, что не очень хорошо. Как практический пример покажу Package, который не то чтобы полностью убирает эту проблему, но делает ее не такой раздражающей. Тут есть одна автоматизация, триггером которым является нажатие на левую клавишу беспроводного выключателя Акара. Все совершенно стандартно. А в действии, шаблон который проверяет состояние лампочки и в зависимости от него запускает один из скриптов, включение если лампочка выключена и выключение если включена. Конечно это все можно сделать и в селекторе условий в самой автоматизации, я показывал такие кейсы ранее, но вариант с скриптами позволяет запускать их и вручную из интерфейса. Тут лампочка включается, и дополнительно задана максимальная яркость и нейтральная цветовая температура. А скрипт выключения хитрее, сначала на лампочки устанавливается минимальная яркость и синий цвет, он мне показался самым тусклым. Далее идет задержка в одну секунду, она нужна чтобы статус успел корректно обновиться, без нее автоматизация работает некорректно, лампочка просто включается и сразу выключается. И после задержки, выключение лампочки. То есть смысл в том, что последний режим работы для нее ставится синий цвет на минимальной яркости. Вот так она работает, при включении и выключении можно заметить быстрые переходы с синего режима и обратно. Но он заметен только если специально следить. Зато, если ночью произойдет сбой питания, лампочка вряд ли вас разбудит в таком режиме. Для сравнения, что бы было если бы она включилась в режиме белого освещения. Как я и сказал, это не решает проблему полностью, но по крайней мере максимально уменьшает ее влияние. Поддержка добавлена в прошивке начиная с 30 января 2022 года. Но не ту, что вышла официально, а уже в следующую за ней. Процесс подключения стандартный. Режим работы роутер. Номер конвертера 179. Обновим данные. Тут есть все необходимое, яркость, цветовая температура и цвет, статус включения. В целом, лампочка мне скорее понравилась, тем более с учетом ее весьма скромной стоимости. Кроме этого, к плюсам я бы отнес отсутствие мерцаний, которые хорошо заметны на камеру при изменении яркости. Тут этого я не заметил. Яркость весьма неплохая и судя по свету, для белого режима используются именно белые диоды, на RGB он отдает желтизну и это заметно. Еще одним из существенным плюсом является интерфейс Zigbee и поддержка модели в альтернативных системах управления. Минус это отсутствие полноценного режима помнить свое состояние, который помнил бы не только каким цветом и с какой яркостью работала лампочка, но и ее статус включена или выключена. Я конечно же имею ввиду Zigbee.mqtt. На этом все, надеюсь видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки и подписки. Кто хочет поддержать мой канал материально, можно оформить подписку на сервисе Patreon. Кроме YouTube канала, я веду еще Telegram канал, в котором публикую новости и ссылки на товары умного дома. Все ссылки на ресурсы упомянутые в видео, а также мои проекты посвященные умному дому, Telegram канал, каталог устройств, форум вы найдете в описании под видео. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok